Друзья, здравствуйте. Неделя была тяжелая, но сейчас вечер воскресенья. Вы на официальном YouTube-канале Дмитрий Гордон. Здесь я, Алексей Гомон, а также мой сегодняшний собеседник Михаил Иванович Крутихин, специалист по нефтегазовому рынку, востоковед, который регулярно находит для нас время. И спасибо вам за это, Михаил Иванович. Здравствуйте. Добрый день. У нас сегодня воскресная программа, поэтому обязательно поговорим и о нефтегазовой отрасли, и о том, что происходит на Ближнем Востоке. Но начать хотел бы с чего-то человеческого. И знаете, вот мы с нашими зрителями здесь уже долгое время обсуждаем вот эту вот компанию кремлевскую, их попытки облить грязью просто на ровном шагу Аллу Пугачеву. И вот к списку тех людей, кто решил кинуть, бросить у нее камень, еще и присоединился такой рэпер Серега. Я не знаю, помните ли вы такого, наши зрители, может, помнят песню «Черный бумер». Ну, в общем, сейчас все, кому не лень, пытаются как-то, значит, выслужиться перед Кремлем, как-то оскорбить Пугачева. Ну, про Филиппа Киркорова, который отвлекается от нее на каждом шагу, я уже даже не говорю. Но вот этот Серега сделал интересное заявление. Он говорит в том, что нынче Пугачева по другой стороне баррикады, в том, что она уехала из России, виноват в том числе Никита Михалков. Потому что, цитата такая, говорит, ну что обсуждать Пугачеву, она просто исторически неграмотна. Человек потерянный, она наш противник, но с другой стороны, а какой ей быть? Вспомните, на каких фильмах они росли. Вот сейчас Никита Михалков патриот, а тогда вспомните «Утомленные солнцем», о зловещем сталинском времени, о плохих НКВДшниках, о плохом совке. Вот это тоже на Пугачеву повлияло, она вот так высказалась и уехала. Конец цитаты. Михаил Иванович, а вы же примерно «Ровесник» стал и Пугачевой. Вы тоже смотрели «Утомленные солнцем». Так что ж получается, Никита Михалкова? Нет, не смотрел. Я вот эти творения Михалкова старался обходить. И когда все куда-то бежали, смотрели, ах, вот шума очень много. Вокруг такого-то фильма, такого не хочу. Вот тут не смотрел. Потом, когда вы упоминаете какого-то репера, не знаю, я никакого репера вот такого. И я не очень люблю реп, ни наш, ни заграничный английский. Его плохо слышно, плохо понятно. И смысл большой в этом искусстве. Так как вы понимаете, Михаил Иванович, в этом же как раз и суть получается. Что люди, которых уже давно забыли, и люди, которых даже не знали, сейчас пытаются на имени Аллы Пугачевой, значит, каким-то образом, ну, дать себе новый толчок, возможно, в карьере на федеральных телеканалах и так далее. Но вот у вас личные отношения, вы же тоже, наверное, заметили эту кампанию дискредитации по поводу Пугачевой. Хотя при этом перешагнуть вот эту красную линию и внести там ее в список каких-нибудь там экстремистов, террористов или иноагентов, все-таки у них пока рука не поднимается. Нет, я понимаю. Ну, просто дело все в том, что Алла Борисовна Пугачева – это гигантская совершенно часть нашей жизни. Вот ее никуда не выбросить. Выбросить она, вот мы жили в этой атмосфере, и она там занимала столько места, что действительно вот тот анекдот, что, извините, Брежнев – это мелкие политические деятели эпохи Аллы Пугачевой, это тогда воспринималось совершенно нормально. Вот даже эта шутка. Это сейчас уж ее заездили и заездили. А это, ну, действительно, это явление. А кто у нас в российской, извините, эстраде, поп-музыке, вот он мирового класса? А я не знаю, вот я не могу назвать. То есть я вижу англоязычных корифеев эстрады, да, а вот из России-то кто, вот кого можно там? Кроме Аллы Пугачевой я никого выделить-то не могу. И это действительно, ну, в моем восприятии это гигант российской культуры, вокруг которого сейчас, вокруг этого гиганта, суетится какая-то шушера и пытается, ну, моська лает на слона. Поэтому, ну, а что ее слушать? У меня хорошая лента в Фейсбуке, я вычистил оттуда всякую неприятную мне публику, и поэтому там никто на нее не набрасывается. Все наоборот. Люди вспоминают только хорошие. И сейчас, я думаю, она, ну, не заморала себя теми пакостями, которыми издавна заморал себя тот же Михалков или Кобзон, или, ну, тут целый список, конечно, будет деятелей путинской культуры. Я не скажу российской, а путинской культуры. Друзья, ну, а как вы относитесь к этой кампании по дискредитации Аллы Пугачевой? С какими мыслями вы видите, когда очередной рэпер Серега бросается грязью в певицу? Оставьте ваши мысли в комментариях, Михаил Иванович. Еще одна тема, которая на этой неделе была очень громкой, это, конечно, история с арестом правой руки министра обороны Шойгу. И вот, да, вроде как бы тема такая, ну, скажем, многогранная, да, поэтому и ваше мнение хотел бы узнать, потому что, ну, человека называли самым гламурным военным России, да, то есть Тимур Иванов страшно любил отдыхать в Сан-Тропея. У него жена, пока он убивал мирных украинцев, ну, под его командованием убивали украинцев. Жена ездила отдыхать в Куршавель, кстати, с Валерием Меладзе там тоже вот тусовалась, мы это тоже видели, и дети живут в Париже, в Лондоне, и, как пишут СМИ, да, ну, и как делала команда Навального расследования, это все было известно достаточно давно, но почему-то именно сейчас, вот, да, незадолго до инаугурации Путина, и даже слуха в том, что может поменяться правительство в Российской Федерации, вот, это громкая, громкая посадка, ну, пока не посадка, пока арест, отправка в следственный изолятор. Вот эта история, насколько она показательная для вас, ну, и если у вас есть ответ, почему это сейчас произошло, да, это дело, тоже будет интересно. Нет, ну, поскольку там все делается за закрытыми дверями, то точной информации о причинах вам никто нигде не назовет никогда. Обычно, когда такие вещи происходили вот до сего момента, то первая мысль была «не поделился», «не по чину брал», потому что, ну, структура-то она мафиозно-коррупционная, если кто-то там выбивается из струи и начинает вести себя не по законам вот этой мафии, то пахан должен вмешаться и навести порядок. В данном случае, я думаю, здесь есть еще оттенок того, что в России укрепляются, ну, вот те самые скрепы, о которых все говорят. И Россия все больше и больше закрывается от внешнего мира. И когда руководство страны в лице вот Путина видит, что кто-то, ну, уж чересчур с западным налетом, чересчур там имущество, жена, связи какие-то, вот начинается гонение уже, ну, поскольку страна вообще закрывается вот каким-то таким железным, не железным, а каким-то занавесом, то вот люди, выбивающиеся из струи из этой, они тоже начинают восприниматься Путиным как враги, как те, кто может в любой момент убежать на Запад, предать и так далее, и так далее. Вот я думаю, что из-за перемены в атмосфере, в целой атмосфере в российском руководстве, в сторону отгораживания от всего остального мира, вот это можно и рассматривать как один из очень серьезных поводов для того, чтобы начать наводить порядок в аппарате Министерства обороны. Тут же показали его особняк еще этого Иванова. Слушайте, ну там дом такой почище, может, даже будет дворца в Геленджике Путинского. Может, Путин позавидовал, не знаю. Но в целом, у вас вот такие несметные богатства у всего лишь замминистра обороны удивляют или нет? Да нисколько не удивляют, абсолютно. Ну что это такое? Ну вы помните, руководитель железной дороги у нас там, вот это с его поместьем и шубохранилищем в этом поместье. Ну смешно же. Вы посмотрите дворцы, которые приписывают Путину, ну там Геленджик и бог знает еще где. Ну что, это вот эта контора, которая правит Россией, она везде отмечается вот какими-то такими следами. Я вспоминаю, опять, люблю этот пример ужасно. Газпром выпускает календарь на какой-то следующий год. Что в календаре? Это обстановка в санатории для руководителей компаний. Чем вот гордиться надо? Не какими-то достижениями на промыслах газового строительства, газопроводов или еще где-то, а вот чем. И потом, когда Газпром объявил конкурс на поставку солярия для конюшни, пансионата, для руководства компаний. Ну, в обстановке, когда в России большинство населения, оно не имеет таких богатств, это вызывающее событие такое. Ну, а вот сейчас вроде бы в руководстве страны сказали, ах, нет, вот давайте-ка вот мы тут в лаптях походим, щи похлебаем этим самым лаптям. Вот у нас тут балалайки есть, у нас тут рэперы наши есть, какие-то шаманы, о которых я... Давайте какой-нибудь Стас Михайлов, еще что-нибудь. Зачем нам этот Запад? А что это вы там на Западе? Квартирно открывали, каких-то там виллы подостроили, еще что-то. Вот это тенденция, которая, я думаю, тоже сказывается на чистке, на начавшейся в аппарате вокруг пахана, вот этой самой чистке. Вот вы сказали пахан Путин, об этом говорила не раз и Юлия Навальная, называя Путина и гангстером, и паханом, и лидером криминальной группировки. Вот здесь вот на фоне вот этих вот решений и Европарламента, и Совета Европы, которые отказались признавать Путина легитимным президентом, призвали европейские страны прекратить с ним всяческие контакты, кроме гуманитарных, возникает вопрос, а не плевать ли Путин? Вот Юлия Навальная говорит, что ему как пахану, как раз, как и вы назвали его, очень важно не только, как его воспринимают внутри этой криминальной группировки, но и как его воспринимают вне. А вам, как кажется, до этих решений есть дело Путину о том, что теперь его официально президентом называть на уровне Европарламента, Совета Европы не будут? Я думаю, есть дело. Вот, ну, примеры, ну, не такого далекого времени, вот давайте, 20-й год. Вот уже много что произошло, санкции уже какие-то начинались после 14-го года, после аннексии Крыма, вот, ну, были серьезные санкции. И Сирия, и Грузия, и порядочные люди во всем мире, они уже ему руку не подавали. То есть, он, его не пускали уже, не приглашали на какие-то там семерки, восьмерки, двадцатки, и черт знает, какие там еще есть вот эти хурултаи, которые время от времени собираются. И вдруг ему звонит президент Трамп и говорит, вот что-то вы там поссорились с ОПЕК+, с саудовцами, значит, вот, а не надо бы вот помириться, потому что и нам это выгодно, и вам будет выгодно. И давайте вот по телефону я вас слежу с королем Саудовской Аравии, вы вот на троих, мы вот тут поговорим. Мгновенно, вот, реакция была, надо же, пригласили в такое высокое общество, я не скажу приличное, но высокое общество, и ко мне относятся как к руководителю великой державы. Мгновенно. Требовалось тогда от Путина вот ОПЕК, ОПЕК+, с саудовцами, просили, чтобы сократили российскую добычу на триста тысяч баррелей в сутки. До этого Россия только заверяла ОПЕКовцев, что они там что-то сокращают добычу, все, на самом деле все было наоборот, добыча увеличивалась. Когда уже совершенно, ну, терпеть это невозможно было, то есть саудовцы сказали, ребят, вы что вообще там делаете? И Путин их там обозвал, назвал лжецами, а нельзя на Ближнем Востоке вот так вот с восточными руководителями себя по-хамски вести. И когда его позвал туда Трамп, то Путин согласился на то, чтобы российская добыча сократилась на два с четвертью миллиона баррелей мгновенно и дал строжайшие указания, чуть ли не под угрозой, бог знает чего, российским компаниям на самом деле снизить добычу хотя бы на какое-то время. То есть для него вот эта показуха, когда его куда-то зовут, это очень-очень важно. Вот когда говорили, что Россия вторглась в Сирию и начала там какие-то военные действия, ну, официальное было вот для создания широкой антитеррористической коалиции и так далее, и так далее, то это было единственное, что вот Путин, чувствуя себя в полной уже почти изоляции от внешнего мира, он сделал так, что пришлось вот этой международной, уже сложившейся до этого коалиции садиться с ним за стол переговоров и обсуждать ситуацию в Сирии. То есть его пустили в приличное общество, чтобы там с ним, с его представителями велись какие-то серьезные переговоры о судьбах целого региона. Вот для чего. Это единственная была цель, почему он полез туда в Сирию. Другой цели не было. Только чтобы вот понты и показуха. Ну, друзья, как вам кажется, насколько важно вот это вот признание, да, его как президента для Путина, будет любопытно ваше мнение услышать в комментариях. Оставляйте его. И вначале я вас не просил, но сейчас уже самое время нажать на пальцы вверх. Нажмите на лайк. Это большее количество людей, большему количеству людей позволит увидеть нашу сегодняшнюю беседу с замечательным Михаилом Крутихиным, который к нам регулярно присоединяется. Поэтому, друзья, обязательно прямо сейчас нажмите на палец вверх. Если уже заговорили про нефть и газ, неприятные новости увидел я на Reuters. Доходы России от продажи нефти и газа в апреле почти удвоятся по сравнению с предыдущим годом и составят 14 миллиардов долларов. Это стало возможным благодаря росту цен. И вот мы часто говорим о санкциях, да, но вот пока вот это происходит, есть ли вообще какая-то возможность подавить военную мощь России? И если, несмотря на все, вот пока эти отрасли, ну, все равно приносят такие огромные доходы. Михаил Иванович. Ну, это дело не в военной мощи России, дело все в том, что сколько бы Россия денег не получала, вот нынешняя российская власть, она приоритетно будет тратить это на войну, потому что сейчас это задача номер один для Путина, это что-то, чего-то добиться на военном фронте. А благосостояние всей страны, это все уже где-то другие задачи, другого порядка, в очереди надо постоять. Это первое. Второе. Да, мы видим, что санкции работают, ну, мягко говоря, недостаточно. Плохо работают санкции. Научились их здорово обходить. Нашли себе таких партнеров, как Индия, которые не очень-то вот повинуются американскому диктату и связям с Европой, гнет свою линию, и поскольку это дешевле, чем нефть из Персидского залива, покупает российскую нефть. Даже стала принимать вот суда танкеры, которые попали под санкции. Вот компания Совкомфлот, у нее там есть какое-то количество, число какой-то танкеров, вот она уже в последнее время, если раньше не хотела, сейчас эти танкеры уже идут в индийские гавани, чтобы там разгрузиться. И поэтому вот мы видим, что, я не знаю, будут какие-то меры приняты дополнительные. Пока я только вижу, что вот санкции против судов, нарушающих санкционный режим, там потолок нефти, вот все вот эти условия, они коснулись где-то меньше, чем 50 судов. А там сотни работают, и страховые компании, которые страхуют. Теперь индийцы договорились о том, что они будут принимать танкеры с нефтеналивными грузами, застрахованными российскими компаниями, а не вот тем самым пулом лондонским страхователем с безупречной якобы рекомендацией и так далее, и так далее. То есть я не вижу, например, в Соединенных Штатах вот такого гигантского аппарата административного, который мог бы вот все эти санкции в отношении судовладельцев, танкеров, посредников, которые покупают и перепродают российскую нефть, вот чтобы отследить, доказать и наказать. Ну нет этого сил. А не переживают, может быть, из-за, не знаю, поднятия цен на американские заправки, не знаю. Ну вот есть какие-то такие причины шкурные, скажем так? Ну да, эта причина была еще не сейчас, а эта причина была, когда вводился вот этот потолок цен на нефть. Потому что сначала было предложение. Давайте вот мы тут, большая семерка, и все вот, кто к нам примкнет от Австралии, иду Бога знает кого, прекратим импорт российской нефти, а чуть попозже нефтепродуктов. А потом сказали, ребята, а что получится-то, если вот мы перестанем покупать российскую нефть? А что это означало бы? Вот тот рынок, который был раньше для российской нефти. Это означало, мы тогда считали, что 38% российского нефтяного экспорта исчезнет куда-то, неизвестно куда. И почти 50, там даже больше 57, по-моему, процентов экспорта нефтепродуктов должно было исчезнуть, потому что все это направлялось вот в эти западные страны, еще и Австралию, Японию и так далее, которые должны были присоединиться к такой мере. А потом там сказали, ребята, значит, если они исчезнут с рынка, вот эти объемы, это означает рост цен, потому что это компенсировать вот пока ничем невозможно. А рост цен – это удар по репутации, внутренней американской репутации администрации Соединенных Штатов. И поэтому вот как-то нельзя это дело допускать. Давайте мы введем просто ограничения по цене, чтобы меньше денег доставалось путинскому режиму. Вот это было сделано.